В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В Видновском перинатальном центре прошло выездное заседание комитета МОС оболдумы по социальной политике и здравоохранению. Нам надо расширяться. Все, что зависит от муниципалитета, мы всегда готовы и все сделаем. Неутешительная статистика, как обстоят дела в нашем округе с безопасностью на железной дороге. В период с 12 по 16 сентября нами проводился совместный рейд с правоохранительными органами. Жемчужина Подмосковья. Усадьба Горки-Ленинские сегодня в рубрике «Любимому городу». Усадебный дом строился в 1820-е годы, когда владельцем был генерал Писарев Александр Александрович. Комитет Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание, которое прошло в Видновском перинатальном центре. И это место проведения было выбрано не случайно, выяснил наш корреспондент Максим Козлов. В тесноте да не в обиде так можно охарактеризовать условия работы медицинского персонала в Видновском перинатальном центре. Для участников выездного заседания Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы экскурсию по центру провела главный врач Тамара Глаусова. Все маленькое, вроде бы аккуратненько, но все маленькое и очень маленькое. Более 6 тысяч детей ежегодно появляется на свет в стенах Видновского перинатального центра. Над тем, чтобы и мама, и ребенок были здоровы, работают 450 сотрудников. Вот только условия их работы частенько оставляют желать лучшего. Выжимаете все, что есть из-за удара? Да, есть. Мало того, что еще доктор закончится 3 часа, сюда сядет эндокринолог во вторую смену, потом терапевт. Ну, в общем, в каждом кабинете еще по 10 специалистов. Таких тех, кому не нужно специальное оборудование. В выездном заседании Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы приняли участие представители Фонда обязательного медицинского страхования Московской области, Управление организацией медицинской помощи матерям и детям, руководители нескольких перинатальных центров области, администрацию Ленинского округа представляла Татьяна Квасникова. Для нас важно, чтобы, может быть, одним из результатов сегодняшней встречи все-таки было утверждено мнение о том, что нам надо расширяться. Все, что зависит от муниципалитета, мы всегда готовы и все сделаем. Выездное заседание было посвящено теме развития службы родовспоможения в Московской области. И это прекрасный повод для продвижения концепции постройки нового корпуса Видновского перинатального центра. Напомним, что в июне, на дне рождения учреждения, глава округа озвучил необходимость возведения дополнительного помещения. Понятно, что нужно строить по-хорошему отдельный новый корпус современный. Понятно, что стоит это очень-очень приличных денег, но тем не менее договорились, что после завершения сегодняшних мероприятий проведем еще рабочее такое совещание и выработаем дорожную карту. Хочется надеяться, что после проведения в Видновском перинатальном центре столь статусного мероприятия сторонников на самом высоком уровне идеи постройки нового корпуса станет намного больше. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. За последний месяц в районе станции Расторгуева произошло два несчастных случая. Несмотря на многочисленные обращения гражданам со стороны правоохранительных органов, администрации Ленинского округа и руководства РЖД, люди упорно продолжают нарушать элементарные правила поведения на железной дороге. Буквально в каждом рейде, проводимом полиции совместно с отделом дорожного хозяйства и транспорта муниципалитета, задерживаются граждане, которые готовы рискнуть жизнью ради экономии нескольких минут. В период с 12 по 16 сентября нами проводился совместный рейд с правоохранительными органами на станции Калинина. Удалось задержать 16 нарушителей, то есть им выписан штраф. В настоящий момент штраф всего 100 рублей, хотя сейчас рассматривается вопрос о его увеличении до 2000. Впрочем, и эти меры могут не дать нужного эффекта, пока сами граждане не осознают важности соблюдения мер безопасности на железной дороге. 10 и 12 числа погибли люди в очередной раз, сбило двое мужчин. В основном это невнимательность и грубое нарушение правил безопасности при нахождении на железнодорожной инфраструктуре. По полученной информации, один мужчина шел по путям, второй перебегал по рельсам между платформами. Уполномоченные организации прилагают немало усилий для борьбы с нарушителями, но печальная статистика продолжает расти. Всего с начала года на железнодорожных путях погибло 7 человек. Вблизи одного из многоэтажных домов в деревне Сопронова был похищен автомобиль стоимостью около полутора миллионов рублей. В ночное время злоумышленники вскрыли замок транспортного средства и угнали его из двора микрорайона. Полицейские Ленинского управления Министерства внутренних дел России вместе с коллегами из Подольска отследили и задержали грабителей в селе Остров, когда те на угнанном автомобиле пытались поменять регистрационные знаки. Нарушителями оказались граждане ближнего зарубежья. В ходе уголовного дела выяснилось, что на счету банды-грабителей несколько подобных эпизодов, совершенных в Москве, Подольском и Ленинском городских округах. В ближайшее время найденные машины вернут владельцам. Фигуранты дела взяты под стражу, а расследование продолжается. Устанавливается причастность похитителей к серии аналогичных преступлений, совершенных на территории региона. На стадионе Лопатинской школы прошла осенняя спартакиада для воспитанников детских садов и учеников первых классов. В мероприятии активное участие приняли и родители ребят. Подробности в нашем следующем сюжете. Участниками осенней спартакиады, посвященной Дню здоровья, стали первоклассники и дошкольники, а также их родители, которые разделились на 10 команд. Каждой необходимо было придумать свое название и пройти несколько испытаний. Весной мы открыли этот стадион и неоднократно у нас были предложения среди жителей заниматься провести футбольные какие-то соревнования, создать какие-то дворовые команды. У нас есть команда в ЖК «Видный город», которая занимается там, тренировки проводит и играют в футбол. А этот стадион у нас как-то был менее задействован, чем в школе номер 5, корпус 2 на улице Ольгинская. Стоит отметить, что спортивная зона Лопатинской школы появилась благодаря региональному проекту «Открытый школьный стадион». Этот год для нас очень важный. В этот год мы достигли очень высоких результатов. Мы вошли в рейтинг топ лучших школ Московской области и пяти лучших школ Ленинского района. Я очень надеюсь, ребятки и родители, что с вливанием вас в нашу школу мы станем только развиваться, мы станем сильнее, мы станем дружнее. И вот этот стадион, который открыт, наша главная задача, потому что все мы жители этого ЖК Лопатина, давайте его беречь. Изабелла Бегиашвили, многодетная мама, в соревнованиях принимала участие вместе с мужем и младшей дочкой Софии. Признается, семья у них очень спортивная. Мы подаем пример подрастающему поколению, как правильно вести себя в обществе, насколько важен здоровый образ жизни, насколько важно участвовать в жизни школы, все вместе, дружно, одним коллективом, идти к победе, идти к намеченной цели. Спасибо большое организаторам. Конкурсы «Попади в цель», «Мой веселый звонкий мяч», «Змейка» и «Переправа». Во всех заданиях ребятам нужно было показать свои физические возможности и настойчивость. Стоит отметить и активное участие родителей мальчишек и девчонок. Борьба за призовые места была совсем нешуточная. Бегал, кидал в обручи мешки и с мячами бегал. Я надеюсь, что моя команда победит. Мы все сегодня участвовали дружным коллективом. И это было даже, можно сказать, неожиданностью, что родители участвуют. Мы думали, что может быть только дети, но это было весело. И нам нравится, но у нас сейчас новый конкурс, так что нам нужно спешить. Я очень люблю спорт. Мне это очень нравится, потому что я училась в спортивном классе. И вообще бег посвящаю. Здоровый образ жизни, здоровый теле, здоровый дух. Победу в спортивном соревновании одержали команды первого класса и детского сада «Жар-птичка». Такие праздники планируют проводить на стадионе Лопатинской школы на постоянной основе. А спартакиада будет не только осенью, но также зимой, весной и летом. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. В рубрике «Любимому городу» новый материал. Сегодня мы расскажем об усадьбе Горки-Ленинские. Наша съемочная группа побывала на экскурсии и прошлась интерьерами усадьбы. Горки-Ленинские – одна из немногих усадеб России с хорошо сохранившимися интерьерами зданий. И сегодня интерес к ней высок, как никогда. Ежегодно более 200 тысяч туристов из разных городов и стран приезжают в это место с богатейшей историей, которая славится не только тем, что здесь в свое время проживал Владимир Ленин. И посмотреть тут есть на что. В усадьбе масса всего интересного и неизведанного. Усадебный дом строился в 1820-е годы, когда владельцем был генерал Писарев Александр Александрович. Позже, конечно же, владели этим поместьем другие дворянские очень известные семьи. С середины 19 века поместье переходит в руки купеческого сословия. Новая яркая страница в истории горок начинается в 1909 году, когда ее купила бывшая жена Саввы Морозова, супруга тогдашнего градоначальника Зинаида Морозова-Рейнбот. Энергичная хозяйка приглашает архитектора Федора Шехтеля, который до этого построил для нее знаменитый неоготический особняк на Спиридоновке. Сейчас это дом приемов МИДа. Здесь же в Горках одна из самых богатых женщин России реализует свою мечту о дворянской усадьбе. В Горках действительно совмещен европейский уровень комфорта загородного жилья со старинным дворянским поместьем. Это то уникальное, что можно сегодня здесь видеть. И усадьба Горки является таким образцом индустриальной усадьбы, периода именно предреволюционного. Такая буржуазная, купеческая усадьба со всем уровнем европейского комфорта. Реконструкция продлилась около трех лет, и за эти годы была проделана огромная работа. Усадьба стала сверхпередовым загородным поместьем, где все делалось по последнему слову моды и техники. Проведены горячая и холодная вода, отопление, канализация. Похвастаться всеми коммуникациями в то время могли лишь несколько усадеб. Зинаида Морозова-Рейнбот обставила дом шикарнейшей мебелью из дуба и карельской березы, привезла иностранную сантехнику, фарфор, керамику, украсила стены картинами известных художников. А еще здесь появился телефон, тогда диковинка и невиданная роскошь. И этот факт сыграл большое значение. По пальцам можно было пересчитать загородные поместья, где была проведена телефонная связь. Действительно, телефонная связь была большой редкостью даже в Москве, загородом и тем более для того периода. И, кстати, наличие телефонной связи, наличие всех коммуникаций стало главной причиной, почему усадьбу Горки выбрали для Ленина после революции. Впервые Владимир Ленин появляется здесь в 1918 году. В августе на него совершено покушение и нужна была загородная усадьба для восстановления. Горки, оснащенные по последнему слову техники, подошли идеально. Надо отдать Ленину должное. Он приказал сохранить всю великолепную обстановку богатого дома. Сегодня усадьба Горки – одна из немногих усадеб Московской области. И, можно сказать, единственная усадьба в неоклассическом стиле, которая хорошо сохранила не только архитектурно-парковый ансамбль после революции, но и подлинный внутренний предметный мир. Во многом это стало возможным благодаря фотографиям, сделанными Зинаидой Морозовой и Рейнбот сразу после завершения реконструкции. Интерьер сохранен в первозданном виде. Крупица за крупицей воссоздана каждая деталь. Все предметы на своих местах. С каждым годом посещаемость музея-заповедника, интерес посетителей к этому месту растет. Действительно, недалеко от Москвы. 220 гектаров заповедной земли, где есть где прогуляться. Проходят регулярно событийные мероприятия. И, конечно же, сегодня музей в первую очередь – это многопрофильное учреждение культуры. Сегодня мы рассказываем не только о советском периоде, но и дореволюционном периоде, и многих других эпохах, связанных с историей нашей страны. Так что развлечений в горках Ленинских хватает. Усадьба занимает огромную территорию, на которой пять музеев. И гулять здесь можно целый день. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.